Продажа Касарского спиртзавода срывается из-за несогласованности в действиях госорганов. Башко, управляющий партнер Национальной электронной биржи Евгения Башко считает, что виновником срывающейся сделки по продаже за рекордную сумму в 194. 4 миллиона гривен Касарского МТП является несогласованность позиций и отсутствие деятельных решений со стороны Фонда госимущества, ГП Прозоро. Продажи и ГП Укрспирт. Об этом пишет РБК Украина со ссылкой на заявление Башко на странице в Фейсбук. По словам Башко на сегодня договор купли-продажи объекта еще не подписан. Озвучено Яндекс Спичкайт. Расчет не произведен, а следовательно процесс приватизации госпредприятия считать официально завершенным нельзя. Клиент, которого консультировала Национальная электронная биржа НЭП и который в итоге стал победителем аукциона, сегодня теряет время и соответственно средства. В результате того, что за объект сражалось 8 участников, цена лота выросла с 49 миллионов гривен без НДС до 162 миллионов гривен без НДС или 194,4 миллиона гривен за НДС. И это на сегодня рекордная цена. Продажи спиртзавода за весь период приватизации ДП Укрспирт предыдущий максимум цены составил 108 миллионов гривен. Без НДС. Более того, сопровождая клиента в процессе аукциона, мы видели, что он выигрывал на пределе своего экономического интереса к этому объекту и цена. Которая сформировалась в результате торгов, значительно выше выгодной цены приобретения подобного актива, написала представитель НЭП. Башко отметила, что построить новый и современный спиртзавод можно за 4-5 миллионов долларов, а значит продажа косарского МТП является выгодной для государства. И эта сделка могла бы стать еще одним кейсом в копилку примеров успешной приватизации. Но по факту выяснилось, что на предприятии хранится спирт, который арестован с 2012 года и занимает 50% емкости для хранения производимой продукции. Его перемещение на другой склад до сих пор не осуществлено, и это обстоятельство в перспективе не позволит выйти на максимальную мощность и компенсировать покупателю существенные инвестрасходы по покупке и модернизации завода. Поскольку возникнет ситуация, когда произведенную МТП продукцию попросту негде будет хранить. Мы в официальной и неофициальной плоскости эскалировали проблему всем должностным лицам ЭГИ, ДП Прозоро. Продажи ДП Укрспирт, которые в интересах бюджета бесспорно должны быть заинтересованы в решении данной проблемы. Но к глубокому сожалению путей выхода из данного коллапса пока не найдено. ДП Укрспирт говорит о том, что им некуда вывести этот спирт, фонд не может вносить изменения в типовой договор и внести обязательства по вывозу спирта, отметила Евгения Башко. В итоге получилась абсурдная ситуация, отметила управляющий партнер НЭП, когда продажа самого дорогого спиртзавода подвисла на неопределенное время. Покупатель не может вступить в права и начать производство. Государство не может получить деньги от приватизации в бюджет и снять с себя обязательства по содержанию предприятия. При том, как считает Башко, решение лежит на поверхности, вывоз 300 тысяч литров спирта ради наполнения бюджета на 200 миллионов. Мы выражаем надежду, что к вопросу подключатся все государственные структуры, участники процесса приватизации и решение по месту вывоза арестованного спирта будет найдено в самое ближайшее время. Так нами был направлен. Запрос на рассмотрение главам комитета ВРУ по вопросам экономического развития и подкомитета по вопросам «Регулирование публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом». И мы верим, что это позволит решить для добросовестного победителя прозрачного аукциона данную проблему, к которой он совсем не имеет отношения, резюмировала управляющий партнер Национальной электронной биржи Евгения Башко. Напомним в начале. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкайт. Ноября 2021 года победителем аукциона по приватизации Касарского МТП стала ООО «Агрофирма» имени Горького, которая ходит в агрохолдинг «Рестане Холдингс». Основателем и бенефицаром компании является экс-нардеп Вадим Нестеренко.